У нас сегодня с вами небольшой семинар, посвященный порядку расчета отпускных. Будем говорить на тему отпуска, но, в общем-то, эта тема очень широко раскрывается в наших курсах. Их у нас несколько. Вот там, видите, в уголочке, бухгалтер по расчетам с персоналом по сознанию 1С. Конечно же, детально очень мы разбираем расчеты отпускных со всеми вытекающими нюансами, о которых я сегодня буду лишь, наверное, упоминать. Это курс расчета с персоналом по оплате труда и курс зарплата в 1С, зарплата управления персоналом. На самом деле у нас огромное количество курсов, посвященных бухгалтерскому учету, поэтому в рамках повышения квалификации, прохождения переквалификации и вот 40-часовые-то наши с вами обязательные ежегодные повышения квалификации, тоже возможно их прослушивать эти курсы. Итак, что касается отпусков. Что касается отпусков. Все знают, что у нас, согласно нашему трудовому законодательству, два вида отпусков. Ежегодный основной, про который написано в 115-й статье Трудового кодекса, и ежегодный дополнительный отпуск для разных категорий сотрудников. Ну, например, кто знает у главного бухгалтера, какой есть отпуск дополнительный? Вы знаете? Ненормированный рабочий день, совершенно верно. Ну, вот вы называете количество дней 6, не менее 3, да. Я могу сказать, что вы в хорошей компании работаете, раз такие цифры называются. Очень радостно, когда приходят у нас слушатели и говорят, что работодатели не обижают своих работников, и, к сожалению, очень часто приходится выслушать недовольство слушателей по поводу своих работодателей. Очень важно не нарушать, конечно же, законодательство и исполнять. Поэтому нюансы сегодня о некоторых из них поговорим. Итак, ежегодные отпуска предоставляются всем сотрудникам, которые работают в организации по трудовому договору. То есть если у нас сейчас, в настоящее время, очень активно развивается тема самозанятых, самозанятые договоры. И договоры ГПХ, они не имеют отношения никакого к социальным всем вот этим мероприятиям, связанным с оплатой больничных, оплатой отпусков, оплатой среднего заработка и прочего, и прочего. Хотя по договору ГПХ мы можем отправить человека в командировку, оплатить ему уже теперь и суточные, возместить ему расходы. Знаете, да, изменилась у нас политика ведения кассовых операций. То есть они стали у нас подотчетными. Но что касается социальных гарантий, никаких социальных гарантий здесь нет. У кого-нибудь есть уже в штате самозанятые? Не в штате, я имею в виду, с кем работаете. Боятся многие работодатели заключать договоры с самозанятыми. Ничего страшного абсолютно не произойдет. Вы сможете спокойно отразить себе в расходы на оплату труда самозанятого. Главное, чтобы он вам предоставил выписку из мобильного приложения «Мой налог», в котором будет написано, что он является самозанятым. Кроме того, есть целый раздел на сайте «Налог.ру». Относится он к самозанятым. По ИНН вы можете проверить, зарегистрированы ли данный человек как самозанятый. Но поскольку у нас сегодня тема все-таки про отпуск, а не про самозанятость, то вернемся сюда. Итак, кому мы предоставляем отпуска? Тем, кто работает по полной ставке, однозначно да. Но также есть у нас совместители. Совместители бывают внешние и внутренние совместители. Сезонные работники, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с 295-й статьей. То есть мы принимаем человека на какие-то сезонные работы. И все равно, тем не менее, трудовой кодекс на его защите. Сотрудники, с которыми заключен срочный трудовой договор на срок даже до двух месяцев, все равно мы ему должны, если мы ему не предоставим отпуск, то доплатить компенсацию при увольнении. Если у вас есть люди, которые работают на дому. Сейчас многие предприятия заключают трудовые договоры с людьми, которые дома что делают? Ну, может быть, какие-то изделия делают, может быть, работают удаленно. Мода пошла на удаленную работу через интернет. Смотришь видеосюжеты, многие сидят на Бали и в то же время выполняют какие-то работы для работодателя в России находящегося. Тем не менее, если с этим человеком заключен трудовой договор, отпускные мы ему все равно должны будем оплатить. И также дистанционным сотрудникам, про которых я сейчас сказала. Теперь по поводу права на первый отпуск. Тоже очень больная тема для многих работников, потому что появляется такой термин «вы не заработали себе на отпуск». Кто-нибудь слышал такие фразы? «Вы не заработали». Вот трудовой кодекс не содержит подобной формулировки. Там написано, что вы можете человека, в общем-то, отпустить в отпуск прямо буквально с первого дня. Никакого нарушения трудового законодательства не будет. На первый ежегодный отпуск на новом месте работы у человека возникает право через 6 месяцев непрерывной работы в организации. Но это не значит, что он заработал себе только на 14 дней отпуска. Вы можете спокойно его отправить за весь расчетный период, то есть за год с момента его трудоустройства, на весь год, то есть на 28 календарных дней отпуска. Единственное, конечно, многие переживают, по какому поводу. Если человека рассчитать и оплатить отпуск за все 28 дней, то где вероятность того, что он во время отпуска не найдет себе работу, да, и чтобы у него потом удержать эти суммы. Но бывает же так, что он должен у вас отработать какой-то срок, правильно, две недели отработать и так далее. Из этих средств вы сможете удержать сумму. Просто надо понимать степень риска. Конечно, если он откажется категорически возвращать деньги, то удержать мы у него их не сможем никаким образом и даже через суд. Некоторым сотрудникам по просьбе их организация бывает обязана предоставить отпуск авансам. Сейчас мы их перечислим с вами. Да, по согласованию с работодателем. Отпуск за второй и последующие годы работник сотрудник может уже взять в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков. То есть нет необходимости отработать ему прямо вот 12 месяцев, чтобы уже за следующий год начинать еще 12 месяцев или 11 месяцев работать, чтобы уйти в отпуск. По общему правилу обязанность предоставить отпуск возникает у работодателя только если у человека есть необходимый стаж, дающий право на отпуск. Ну, давайте, кому же организация обязана будет предоставить отпуск авансам? Есть у нас с вами 122 статья, 267 статья, 123 статья Трудового кодекса, в которых перечислены категории работников. Если они обратятся к работодателю с просьбой предоставить им отпуск авансом, работодатель отказать не может. Кому? Если у вас работают сотрудники моложе 18 лет. Женщины перед отпуском по беременности и родом или сразу же после этого отпуска. Сотрудникам, которые усыновили детей в возрасте до 3 месяцев. Мужьям в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родом. А также есть ряд федеральных законов, которые мы тоже с вами не можем игнорировать никоим образом. Ветераны чернобыльца и жены военнослужащих. Вот здесь даже если человек не заработал, но у него возникают какие-то необходимые ситуации, работодатель отказать ему не может. Но помним вот о чем. Очень часто идет такая спорная ситуация на предприятии, когда составляют график отпусков и бывают сотрудники, которые встают в позу и говорят, а я хочу, когда он хочет, в июле, в августе, в июне или там на Новый год. Вот он хочет. Значит, помните о том, что организация предоставляет отпуск своим сотрудникам в то время, когда в этом сотруднике наименьшая необходимость. Поэтому у организации нет обязанности, у нее есть право предоставить отпуск раньше, позже и так далее. То есть график отпусков, он, конечно, согласовывается с работниками, но все-таки, вот если слушать кадровых специалистов, читать внимательно трудовое наше право, еще раз повторюсь, что тогда, когда работодателю выгодно, тогда он может отпустить работника. И получается, что если существует производственная необходимость, можно даже человека и в отпуск даже по графику не отпустить в этот период времени. Но, например, неожиданно в бухгалтерию, вернее, на предприятие пришла выездная проверка. Но куда же отпускать главного бухгалтера? Хотя он вот вчера еще должен был уйти куда-то, правильно? Поэтому в связи с производственной необходимостью отпуск откладывается на какое-то время. Ну и мало ли какие-то форс-мажоры у нас могут переключиться на работе. Теперь про совместителей. Совместителям сотрудников ежегодный отпуск нужно предоставлять одновременно с отпуском по основному месту работы. Очень странно выглядит табель, когда Иванов, бухгалтер, ушел в отпуск, а Иванов-кадровик ходит на работу. Ну, странно. Вот, поэтому, если как совместитель он еще не заработал... Ну, я буду использовать этот глагол, хотя очень юридически неграмотно, да, неверно. Он мне просто почему-то так зашел в мозг. Я очень сильно им возмущаюсь этим глаголом, но вот он все равно попадается всегда. Чем больше возмущаешься, тем чаще он встревает в речь. Так вот, если у человека еще нет необходимого стажа по совместительству идти в отпуск, вы можете его, конечно, отпустить авансом, причем можно попросить его написать заявление за свой счет, да, без сохранения оплаты. Но здесь есть другой подводный камень. Смотрите. Вы знаете о том, чтобы отпуск за год был полностью оплачен, у человека должен наработаться стаж. Вот стаж он должен, да, быть. Но если человек уходит в отпуск за свой счет больше, чем на 14 дней в год, то что происходит со стажем? Стаж переносится на количество дней, превышающих 14 дней в год. Еще раз сказать. Например, человек устроился к нам 1 февраля. 1 февраля 2020 года. Вот год, интервал, за который он идет в отпуск. Это с 1 февраля 2020 по 31 января 2021 года. Например, он взял на месяц, в этом 2020 году, на месяц отпуск за свой счет. То есть, минус 14 дней, ну там 16 дней, или сколько-то там дней получается. То есть, следующий отпуск, он стаж начнет зарабатывать только с 16 февраля. Понятно, да? Или не очень? Еще раз. То есть, если он целый месяц, 30 дней, брал за свой счет, минус 14, то вот на такое количество дней отодвигается процедура предоставления отпуска за следующий год. Стаж для... Это как-то в карточке отражается. Да, да, обязательно. Да. Если взял на 0,1 ставки, ну какая разница, на какую ставку? Мы с вами говорим о количестве дней отпуска. Количество дней отпуска у вас в зависимости от стажа идет у него. А стоимость средних заработок, да, за время отпуска считается, исходя из его реальных доходов. Поэтому он получит меньше, а количество дней будет все то же. Любой человек, работающий по совместительству и так далее, он имеет право на такое же количество дней основного отпуска, как и человек, который работает по основному месту работы. То есть ждать положенных шести месяцев для получения отпуска совместителю совершенно не обязательно. Совместитель может получить отпуск авансом от совместителя, если он у вас внешний. Вы знаете, да, чем отличается внутренний совместитель от внешнего. Если он у вас внешний совместитель, то надо, чтобы он нам принес документы в подтверждение, что именно в этот период времени он там где-то идет в отпуск. То есть либо уведомление какой-то с той работы, либо копию приказа о предоставлении отпуска, да. И что касается продолжительности, еще раз повторю, она может, конечно, не совпадать. Если отпуск на работе по совместительству короче, можно компенсировать недостающую часть, взяв за свой счет. Но помните вот про эти 14 дней за свой счет, которые стаж отодвигают. Итак, что мы включаем? Какое время мы включаем в стаж? Ну, понятное дело, что если человек работает, то это идет отчет времени для предоставления отпуска. Дальше. Время, когда сотрудник фактически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялось место работы. Человек болеет. Он же не на работу не ходит? Нет. Но он все равно у нас числится, идет по табелю, поэтому включаем это время. Он уходил за предыдущий год в отпуск в этом расчетном периоде. То же самое. За ним сохранялся средний заработок, но стаж берем в расчет. Праздничные дни. Время прохождения медосмотра, отпуска по беременности, родам и так далее. Я не знаю, у кого там включен микрофон. К большому сожалению, не могу всех проконтролировать. Ребята, у кого включен микрофон, он накладывается и мешает другим слушать. Проверьте, пожалуйста. Далее. Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе. Бывают у нас такие ситуации, да, к сожалению. Когда незаконно увольняют сотрудник, он отстаивает свое право в суде, его восстанавливают по работе. Вот этот период времени, когда он фактически не работал, ему этот период времени в стаж для выпуска засчитывается. Время отстранения от работы сотрудниками и прошедшего метаосмотра, но не по своей вине. Да, там все, его не отпускали, например, с работы. И сами виноваты оказались. Время предоставляемых отпусков без сохранения зарплаты. Вот про 14 календарных дней, которые я вам сказала. Ну и другие периоды времени, которые прописаны и в 121 статье, и в ваших трудовых или коллективных договорах, или локальных внутренних актах вашей компании. То есть положение по оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка. Все эти документы должны быть в любой организации. Соответственно, мы на них с вами должны ориентироваться. Но, с другой стороны, есть также периоды времени, которые мы исключаем из стажа для того, чтобы человека отпустить в отпуск. Если он прогуливает работу. Да, время в командировках тоже входит в стаж. Кто-то задает вопрос. Входит в стаж, время в командировках. Он же выполняет совершенно верно рабочую функцию. Вот если он прогуливает, то это, конечно, исключаем. Время отпусков по уходу за ребенком до достижения им трех лет. И время отпусков без сохранения зарплаты, которые превышают 14 календарных дней в рабочем году. То есть вот у нас 121 статья, 76 статья трудового кодекса. Для себя возьмите на вооружение. И так далее. То есть какие будут последствия для отпуска работника. Как нам нужно будет пересчитать, с какого числа надо идти ему в отпуск. Мы с вами немножко обсудили. Более подробно мы, конечно, разбираем на нашем курсе. С примерами и сложными ситуациями. Что касается отпуска дополнительного. Дополнительный отпуск, как правило, предоставляется в месяц с основным. Мы говорили с вами про какой дополнительный. За ненормированный, например, рабочий день. Или работа во вредных условиях. Но вот что касается работы во вредных условиях, тоже у многих возникают вопросы. И здесь тоже надо более глубоко покопаться. Например, у меня коллега работает в ВУЗе, где есть ядерный реактор. То есть сотрудники работают в этом предприятии. Но это не значит, что все они находятся во вредных условиях. Кроме того, люди, которые имеют допуск к этому ядерному реактору, они же тоже там не все время находятся. Поэтому право на дополнительный отпуск дается только с учетом того времени, фактически отработанного в таких условиях. То есть это надо будет конкретно смотреть. Да. У меня с советского времени не тянется, что у сварщика два дня к отпуску. Из года в год, когда какие-то локальные что-то принимаются, сварщика два дня. Но сварщик у нас есть в списке вредных условий труда. Сварщики не все. Вот вы откроете 400 закон федеральный о пенсионном страховании. Там у нас с вами есть два списка. Я не помню, в каком порядке из них. Один список про тяжелые работы, а другой про вредные работы, опасные. И вот там, я точно помню, есть сварщик ручной сварки. А вот другой сварщик, который у меня был в штате, он не подпадал под этот список. Соответственно, мы не платили за него ни дополнительных страховых пенсионных взносов, и отпуска тоже дополнительного по нему не было. Поэтому там надо посмотреть по профессии, которая у него прописана. Значит, ежегодно оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, если вдруг что-то случается. Ну, например, человек в отпуске заболел. Вот только что у нас была в группе слушательница, одна очень сильно возмущалась, бухгалтер. Она говорит, у нас есть две сестры, работают в коллективе, которые после отпуска стабильно уходят на две недели на больничный. То есть у них заканчивается отпуск, и у обеих сестер тут же время болезни. И это происходит из года в год. Очень похоже на мошенничество, как вы понимаете. Значит, что касается работодателя. Работодатель не обязан, вот, если человек заболел во время отпуска, не как они, они хитренькие, конечно, что вот во время отпуска, если человек заболел, то работодатель не обязан продлить отпуск прямо с первого дня работы. То есть это количество дней может быть перенесено на какие-то другие, более удобные работодателю в периоды времени. То есть не сразу после окончания отпуска. Но если в этом сотруднике нет особой необходимости, то можно, в общем-то, и продлить. Но если плотно, да, вот в бухгалтере, представьте, все хотят летом, но у нас когда летом можно в бухгалтере идти в отпуск? Август, мне кажется, это единственный месяц, когда можно сходить. Тогда идут все. Потому что дальше уже идет закрытие третьего квартала и так далее. Поэтому если один опоздал, да еще и на две недели, то как-то уже очень хочется уйти второму и так далее. Исполнение сотрудника во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей. Например, его вызвали побыть присяжным заседателем. Вдруг. Да, то же самое. Или же какие-то другие ситуации, которые исходят из федеральных законов или локальных нормативных актов вашей организации. Также отпуск нужно будет перенести, если сотрудник ваш не захочет пойти в отпуск без денег. То есть если за три дня не выплачены отпускные, то человек имеет полное право топнуть ножкой и сказать, а я не пойду в этот день. Вы мне вовремя ничего не заплатили. Останется на работе, и вы тогда будете ему продлевать, переносить этот отпуск на другие дни. Вот сейчас заговорили по поводу заранее выплатили. Все знают про три дня, да? И слышали... Нет. Значит, между днем отпуска и днем выплаты должны пройти полных три дня. Ну давайте, если человеку надо идти в отпуск с понедельника, когда ему надо выплатить? Четверг, последний день. То есть между выплатой и датой ухода отпуска это три полных дня. Пятница, суббота и воскресенье. Можно выдать раньше? Можно. Но в пятницу выдать уже поздно. Да. Если сотрудника своевременно, не позднее, чем за две недели до начала, не предупредили отдать с начала отпуска, уведомления не предоставили, не написали, не сообщили никаким образом, то же он имеет право отложить свой отпуск на какое-то время. Если отсутствие сотрудника неблагоприятно отразится на деятельности организации, то его отпуск за этот период можно перенести на следующий год. Но у нас такое бывает иногда на предприятиях, когда работники не хотят ходить в отпуск, они хотят работать. работать, работать, улыбаетесь, да, редко. Но вот у нас, говорит, есть люди, которые семь лет не ходят в отпуск, и их не выгнать. Что не выгнать? Нельзя. Да, нельзя. Надо обязательно отправлять в отпуск. Конечно. И компенсировать нельзя никаким образом. И у нас, конечно, и вот эта вот международная конвенция и прочее, они там все настаивают, и слышали наверняка, существует такое мнение, сгорают отпуска. Нет, они, конечно, не сгорают, ни за какое количество, но у нас закон просто не предусматривает, он все время говорит, что нельзя больше, чем на полтора, на два года это все дело перенести. Поэтому надо настаивать на своем и отправлять. Не бывает незаменимых людей на предприятии, и все время время форс-мажора, но такого не может быть. То есть человеку все время надо куда-то настаивать на том, чтобы он отдыхал. То есть отпуск он должен использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск. То есть можно перенести только на следующий рабочий год. Значит, что касается ответственности нашей, есть у нас статья в Кодексе по административным правонарушениям 5.27. Там прописаны все штрафные санкции. Штрафные санкции налагаются и на должностные лица, и на организацию. Для руководителя чревато дисквалификацией до срок до трех лет. Денежные штрафы, может быть, мы как-то переживем, но вот дисквалификация не очень приятная штука. Да, там до трех лет. То есть этот человек, который попадает в список дисквалифицированных, не может быть руководителем, он не может быть учредителем. И когда он в списках, в каких-то документах числится, и эти документы попадают на регистрацию в налоговую инспекцию, да, отказ идет из налоговой однозначно. А если генеральный директор не ходил ни разу в отпуск 4 года, отправляйте в отпуск срочно. Ну, не знаю, многие это делают на бумаге, это, конечно, неверно, потому что человек потом захочет денег еще получить за этот отпуск. Но документами это все должно быть обязательно отражено. В отпуск его надо. Да, скажите, езжайте, вы нам нужны здоровый и живой генеральный директор. Да. То есть есть у нас 124-я статья, подсуньте генеральному директору под нос, и скажите, запрещено не предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск в течение двух лет подряд. Запрещено не предоставлять отпуск также сотрудникам в возрасте до 18 лет и сотрудникам, занятым на работах с средними или опасными условиями труда. Те же самые сотрудники, которые не уходили ни разу в отпуск, могут обратиться в трудовую инспекцию с жалобой, и тогда мало никому не покажется. Таких штрафных санкций, какие выписываются трудовыми инспекторами, даже налоговики не каждый раз выписываются. Мы не можем выбрать людей. Да. Они просто продолжают работу. Никто жаловаться не пойдет. Не надо нас никогда отправлять, но вам надо. Не должно так быть. Так быть не должно. Вот. Вы же понимаете, я не могу сказать вам ничего иначе. Ничего никто. Да. То есть это однозначно идет нарушение закона. Кто за это будет отвечать? Ну, руководитель. Знаете, у меня всегда вот когда... Давайте так. Вы рупор закона. Да? То есть... Да. Вы не донесли означенности. И упреки со стороны руководства, когда придет контролирующий орган с проверкой, будут кому? Нам же. Поэтому, как правило, я руководитель. Я на всех занятиях говорю одно и то же. У меня практика такая. Я руководитель на листе бумаги выписываю все нарушения и вся ответственность, которая последует за данные нарушения. Можно увеличить немножечко эти циферки, чтобы они произвели на него впечатление. Но вот этот листочек я ему периодически подкладываю после каждой ситуации, когда меня не услышали. Приношу, но на стол и говорю. Вот я вам сказала, а вы как хотите. То есть в дальнейшем меня не обвиняйте. Я что смогла, то сделала. Поэтому у нас очень активно налоговая инспекция сейчас, конечно, взялась за налоги. Я думаю, что и до трудовой инспекции у нас тоже дойдет. Потому что все органы, вот эти контролирующие, они обязаны передавать информацию, если выявляются какие-то нарушения в соседнюю инспекцию какую-то. У нас есть и в налоговом кодексе статья, например, полицейские проводят какое-то расследование, не знаю. Но узнав о налоговых правонарушениях, у них 10 дней на то, чтобы сообщить налоговую инспекцию о том, что они выяснили о таких правонарушениях. Поэтому налоговики, если приходят с проверкой, они, конечно, штрафуют за свое, но и сообщают в трудовую инспекцию. Тогда не удивляются, пусть работает даже в последствии. Татьяна спрашивает, а если генеральный директор оформлен, но сидит за свой счет уже второй год? Это, наверное, компания деятельности не ведет. Смотрите, если компания деятельности не ведет, он ушел за свой счет в принудительном порядке. Налоговая инспекция может закрыть такую фирму. Отслеживают и закрывают. У меня были такие в опыте компании, да. Мы не сдавали, правда, отчетность по ним, и денег по банку не проходило. Но здесь я не знаю, если он сидит за свой счет, то, в общем, какие ситуации. Вот, если же человек просто оформлен, типа ходит на работу, но в то же время сидит за свой счет, тогда кто подписывает договор? Документы кто подписывает? Да, то есть это чревато. То есть если человек подписывает договоры, подписывает документы, и при этом ему ничего не начисляется, это что? Это уклонение от налогов однозначно, то есть страховые взносы не начисляются. И вся эта схема ведет к чему? Только к укрывательству, но это не оптимизация. Сирии схемы не бывает, да, то есть таким образом. Значит, что нам нужно знать о сотруднике для верного расчета среднего заработка? Ну, зачем нам вообще средний заработок? И вы знаете, что у нас существует как минимум три алгоритма расчета среднего заработка. Один алгоритм у нас для расчета по больничному листу и пособий по временной нетрудоспособности, другой для расчета отпускных, и третий для каких-то командировки, например, для выполнения государственных обязанностей, для простоя, для донорства и так далее. Средний заработок, конечно, это ключевой показатель, но ошибочно полагать, что он зависит только от доходов. Важно у нас понимать, и где работал, как долго, по какому графику, повышалась ли в это время заработная плата. Вот про заработную плату, про повышение тоже вам немножко так скажу. Скажите, у кого на предприятии ведется индексация заработка? Вот, как правило, руки не поднимают и говорят, что если это только для государственных учреждений, ничего подобного. Значит, у нас в 2019 году было повышение НДС на 2%, и во всех СМИ и везде писали письма, и контролирующие органы разъясняли, и Конституционный суд выносил определение, что индексация – это защита трудящихся, получается, любых трудящихся, хоть где бы они ни трудились, защита от повышения цен, от роста уровня прожиточного минимума. Поэтому, да, должна индексироваться зарплата. Ну и, конечно, каким образом влияет повышение оклада или индексация, вы знаете. Или нет? Разные алгоритмы расчета отпускных, если прошло просто повышение у человека оклада, или же прошла индексация по предприятию. Рассчитывает специальный коэффициент индексации, на который надо будет умножить все его доходы, происшедшие до этой индексации. Кроме того, есть куча всяких нюансов, каким числом был датирован приказ о проведении индексации. До отпуска, во время отпуска, после отпуска. Тоже идет по-разному расчет отпускных. Это очень важно. Для отпуска мы средний заработок с вами считаем. Да, вот Галина говорит, мы коммерчески индексируем всем. Ну, правильно. Хорошо. Надо брать 12 предшествующих месяцев. Но закон нам позволяет, 139-я статья, взять доход за последние 3 месяца. Давайте представим себе, у людей была зарплата, например, 10 тысяч, потом вы всем, ну, не через индексацию, но постепенно подняли заработную плату, и она стала в течение года 20. Вот если брать нам 12-месячный период, то у него средний заработок будет ниже, чем за последние 3. Поэтому вы можете взять в расчет последние 3 месяца, но об этом надо написать в учетной политике или в положении по оплате труда, или если у вас нормативный внутренний документ есть именно про расчет отпускных, это все прописать, какие периоды времени вы берете. Но помните, что если за последние 3 месяца получится меньше, чем в расчете за 12, ну, там, например, была годовая премия, выплаченная раньше, чем 3 месяца назад, и из-за этого получается, что средний заработок будет больше из 12 месяцев, то вам придется тогда пересчитать конкретному этому человеку, исходя из 12. То есть получается у бухгалтера двойная работа. То есть мы должны выплачивать ему ту сумму, которая будет больше. Берем заработок сотрудника за все это время, в расчет берем выплаты по-настоящему месту работы, справки, которые он нам приносит, например, с предыдущих мест работы, мы в расчет, конечно же, не берем. Ну, например, человек к нам только что трудоустроился, и мы готовы его уже отправить в отпуск. Бывают такие ситуации, когда человеку уговаривают прийти к нам на работу, он говорит, я еще не отгулял отпуск по предыдущему месту работы, мы ему говорим, мы тебя сразу же отпустим, прямо хоть с первого дня только давай ты там уволься, а здесь у нас трудоустройся, и сразу пойдешь в отпуск. Каким образом считать средние заработки, если человек у нас не работал? Если он отработал хотя бы один день, мы берем расчет из этого одного дня. Если он у нас вообще ни одного дня не работал, то отправляемся куда? К штатному расписанию по этой должности. Вот такие вот есть нюансы. Что касается премий, премий тоже очень важно правильно учесть. Там ежемесячные у вас премии, ежеквартальные премии, ежегодные премии, тоже все это нужно будет обязательно учесть правильно. Еще раз повторю, вот с подробностей, с примерами, с расчетами, это, конечно, мы на курсе все с вами проходим. Я вам сейчас просто обозначаю тонкие места при расчете отпускных. То есть на что нужно обратить внимание, когда вы садитесь считать отпускные. Мы открываем с вами 922 положение. Это положение по оплате отпускных и читаем внимательно его. То есть мы включаем с вами зарплату, надбавки доплаты, которые у вас есть за совмещение, за класс, за выслугу и так далее. Какие-то компенсационные выплаты, возможно, у вас есть, это работа во вредных, тяжелых условиях труда, за работу в ночное время, многосменный режим, выходные, праздничные дни, сверхурочно, премии, вознаграждения и так далее. То есть верхнего предела для среднего заработка по отпуску не существует. Ну, в отличие от больничных, да, знаете об этом, там у нас есть предельная величина. Если ваш сотрудник троится неполный рабочий день или неделю, это не значит, что отпуск ему надо сократить. Все так же 28 календарных дней мы про это уже с вами говорили. Но, разумеется, считать отпускным мы будем уже из фактического среднего заработка, из того, что уже заработал, из того и будем ему оплачивать. Так, про повышение я сказала, да. То есть если повышение коснулось всех сотрудников, подразделения структурного, филиала или всей компании в целом, то тогда мы с вами считаем коэффициент пересчета, то есть сколько он теперь получает, делим на то, что сколько он получал раньше, получается коэффициент, показывающий нам во сколько раз увеличился его доход. И на этот коэффициент умножаем предшествующие его ежемесячные выплаты. То есть единоличное повышение должности и, соответственно, зарплаты, это не повод для индексации среднего заработка. В этом случае мы считаем сотруднику отпускной из фактически начисленных ему доходов. Вот эти вот нюансы обязательно учитываем. Кто-нибудь задумывался, почему 29,3 в нас участвует с вами? Мне всегда вот забавно, у нас сколько разных расчетов есть с вами среднего заработка, то мы с вами говорим, что у нас в месяце 30 и 31 день. Потом вдруг появляется цифра 30,4. Знаете такую цифру? Сколько в месяце дней? 30,4. А для расчета отпускных мы вдруг узнаем, что в месяце у нас всего 29,3 календарных дня. Так вот, 34 это пособие, это отпуск по уходу за ребенком, да? У нас пособие по уходу за ребенком. А 34 это чтобы не умножать на 30 или на 31. Там каждый месяц одинаково. 3,65 дней разделили на 12 месяцев, получилось 30,40. Да, совершенно верно. А если говорить про 29,3 для отпуска, помните, что если отпуск у нас попадает на 8 марта, то отдыхать он будет на день дольше, да? А если ушел в декабре, то не факт, что вернется к концу января. Да. Поэтому из 365 дней в году мы вычитаем 14 дней и делим, 14 это праздничных дней у нас в году, и делим на 12 месяцев, получается 29,25. Ну, округлили до 29,3, и поэтому говорят, что в месяц у нас в среднем 29,3 дня, поэтому рассчитываем отпускные, исходя из этого количества календарных дней. Если человек отработал все 12 календарных месяцев полностью, для расчета отпускных мы берем с вами какую формулу. Вот все, что он заработал за предшествующие 12 месяцев, делим на эти 12 и делим на 29,3. И умножаем на количество календарных дней, насколько мы его отпускаем в отпуск. Правильно? В отпуск он у нас идет на календарные дни, с захватом праздничных. Вот. Если же он какие-то месяцы отработал не полностью, то тогда этот месяц вовсе не 29,3. Формула, которая у нас с вами сейчас есть на слайде, ну, там идет речь тоже про календарные дни. Ну, например, человек 4 дня был на больничном. Месяц, например, январь. В январе у нас 31 день. Ну, а для расчета отпускных это сколько? 29,3. Если он 4 дня болел, значит, он вот на рабочий его период календарных дней пришлось сколько? 27, по-моему, да? 31 минус 4, 27. Тогда 27 это сколько? Ну, вот из пропорции мы и считаем. То есть количество календарных дней в том месяце, в котором он не полностью работал, делим на количество календарных дней этого месяца и умножаем на 29,3. Таким образом мы получаем количество расчетных календарных дней. Ох, Анжелика задает больной вопрос. Можно отправить в отпуск только на выходные дни. Они же тоже календарные. Значит, по этому поводу у нас Минтруд уже высказался и сказал однозначно, если вы будете захватывать пятницу или понедельник, то, наверное, можно. Но вот только суббота и воскресенье ни в коем случае нельзя, потому что суббота и воскресенье у нас время отдыха. А это время отпуска. И заменить одно время другим не имеем права. То есть если бы захватывали рабочее какое-то время, то тогда да. Да. То есть время отдыха подменить временем отпуска нельзя. Нельзя. Значит, когда мы с вами считаем его доходы, мы в расчет не берем оплату среднего заработка в эти предшествующие 12 календарных месяцев. Человек мог болеть в предшествующих 12 месяцах. Человек мог быть в отпуске за предыдущий период. Он мог ездить в командировку. Он мог проходить медосмотры. Предприятие могло простаивать. И за все эти дни мы за людьми сохраняли средний заработок. Средний заработок из расчета исключаем. Берем только фактически начисленные суммы. И делим на какое время? Конечно же за минусом этих периодов, когда за ним сохранялся средний заработок. То есть любые промежутки времени исключаем по времени и суммы исключаем сумму начисленных средних заработок. Но у нас есть еще раз, я вас отправлю, к 922-му постановлению правительства 24 декабря 2007 года написанного. Там все про расчет отпускных. Но считаем также, что месяц не полностью отработан еще в двух случаях. Вот скажите, если человек трудоустроился к нам в первый рабочий день года, это какого числа он к нам трудоустроился? 9 января. Но будет ли считаться этот месяц полностью им отработан? Он оклад получит полностью. А количество дней, к сожалению, будет за минусом 8. То есть в этом случае нет. А то же самое касается какого мая. То есть у нас 1-2 мая праздничный, иногда еще захватывает 3-4 делают переносы. Да, там 5 мая и так далее. То есть в этих двух случаях, вот 9 января, 5 мая из-за переносов, если. То есть это вроде бы как первый рабочий день в этом месяце, но все равно, хоть вы и начислили полный оклад, расчетный период он отработал не полностью в эти месяца. И еще, человек, например, проболел в месяце 3 дня, но отработал 3 субботы. То есть трижды выходил, выходной день свой. При этом больничные тоже были 3 дня. Вроде бы то на то, но совершенно не так. Да, то есть если вот такие вещи происходят, считать месяц полностью отработанным нельзя. Исключаем время болезни, правильно? И начисленные за это время суммы. То есть 3 дня больничных выкидываем. И сколько вы там начислили ему по больничному, тоже выкидываем. Месяц считается полностью не отработанным полностью. Вот. Тоже, каким образом нам здесь все поступить, я подробненько с примерами мы все разбираем на нашем курсе. Командировка? Командировка, конечно же, не входит. Но если, смотрите, мы так и так командировку с вами исключаем, правильно? Это время, за которое за ним сохранялся средний заработок. Я сейчас говорю о какой ситуации. Допустим, он 3 дня был в командировке, без разницы. В командировке, 3 дня в отпуске, 3 дня болел. Что угодно 3 дня. А потом 3 субботы работал. Не заменяют 3 субботы, 3 дней, за которые за ним сохранялся средний заработок. Значит, какие частые вопросы тоже задаются, и которые мы тоже очень подробно разбираем. То есть тема расчета отпускных, конечно же, в 40 минут, хотя я уже почти час с вами, никак не укладываются. Поэтому еще коротенько. Расчетный период всегда ли 12 календарных месяцев? Мы уже с вами выяснили, что не всегда. Человек может уйти в отпуск авансом, человек может уже на завтра уйти в отпуск, можем считать исходя из 3 месяцев и так далее. Когда нужно индексировать? Когда повышаются оклады по всему подразделению или по предприятию целиком? Если говорят, вот у нас, значит, наше подразделение, администрация содержит директорат и, например, всех остальных. Директорату была индексация? Она не была. Вот это индексация или не индексация? Нет, конечно. Есть подразделение, которое называется администрация. И здесь не всем прошло, поэтому нет. Сотрудник получил годовую премию после отпуска. Пересчитать ли отпускные? И придется доплатить разницу, потому что премия за прошлый год должна попасть в расчет. Если в течение расчетного периода заработка не было, то надо взять предшествующие 12 месяцев, когда был заработок. Например, женщина возвращается из отпуска по беременности и родам, или по уходу за ребенком. Здесь всегда вопросы. Если заработка не было совсем, тогда обращаемся к окладу. Если заработок был за один день, значит, расчет отпускным делаем из одного дня. Масса еще вопросов. Например, работник, который идет в отпуск с понедельником. Ох ты, как я написала. Неправильно. Пятница? Неправильно. Это четверг. Мы с вами выясняли. Четверг. Если отпуск начинается с первого числа, у нас в расчетный период когда с вами? Мы ему должны выплатить за три дня до первого числа. Правильно? То есть нам в любом случае придется эти отпускные перерассчитать. Если, конечно, они у вас не работают только по окладам. Да. Если один из дней командировки выходной, мы тоже, вот смотрите, есть такие ситуации, когда человек, например, возвращается в субботу. И возврат в субботу. Это командировка или рабочий день? Командировка. Это работа в выходной. И тут опять возникают всякие кучи нюансов. Да. Работа посреди. Это же в выходной ему оплачиваете в двойном размере, как за работу. А не средний заработок, который вы ему оплачивали во время командировки. Да. Может быть, у вас такое написано. Может быть, написано иначе. Как вы напишите у себя во внутреннем документе. Да. Но только вот здесь вот понимаете, какие нюансы. Если в отпуск идет внутренний совместитель. Если сотрудница берет отпуск сразу после декрета, что нам делать? Если в месяце расчетного периода нет совсем доходов, но есть учитываемые дни. Тоже праздничные дни в число дней отпуска не входят. Как со всем этим разобраться? Конечно же, надо заниматься и решать задачи. Работник устроился в понедельник, а во вторник отправился в командировку. Как рассчитать средний? Для командировки средний мы как считаем? По рабочим дням. Правильно? Это другой алгоритм. Третий. Он один день у вас успел поработать? Вот и считайте. Да, из-за этого одного дня считайте. А как его в первый же день приказ оформляется, и в этот же день он уезжает в командировку? Тогда из заклада. Да. У нас всегда есть в запасе штатное расписание. Но только при условии, что ни одного не было дня рабочего. Да. А вот надо опять... Совершенно верно. А как у вас положение подписано? Если вы считаете рабочий день, вот это, то есть по положению... Например, у нас сотрудники обязаны работать, даже если они идут в командировку. Но у них это будет командировочный день, но они работают все равно. И так же, как они возвращаются с утра рано из командировки и выходят на работу. У вас в табеле должна стоять либо буква К, или буква Я. Что это было? Это не может быть Я и К одновременно. То есть вы можете за этот день ему оплачивать суточные, но оплачивать зарплату. Либо... Если он, допустим, приехал в 17 часов, он должен был отработан, поехать, и надо решить. Да. Это все должно быть в вашем внутреннем документе. Если он устраивается, вот он подписал в 9 утра документы, и в 10 ему будет. Да, тогда комментировка, да. Тогда однозначно комментировка. Так. Светлана спрашивает, какое количество дней отпуска без сохранения зарплаты максимально за год можно оформить для одного сотрудника? Да сколько хотите. Главное, помним, что стаж для расчета отпускных просто отодвигается. Но у нас, например... Есть список ветеранов, инвалидов, еще кто-то, кто может... Кому не можем отказать, да. Кому не можем отказать. Ну, например, у нас строительная компания. Если у нас зимой все объекты закрыты, у нас очень много сотрудников выходит в отпуск. Насколько? Пока не появятся новые заказы. Поэтому... Это непросто? Это непросто. Они пишут за сущим. Но нет ограничений. Нет ограничений. Генеральный директор является единственным учредителем и пенсионером. Его тоже в обязательном порядке нужно отправлять в отпуск. А почему он отличается? Ваш пенсионер и генеральный директор, чем отличается от простых смертных. Все то же самое. Все то же самое. Да. Я вас хочу пригласить, где мы подробно будем разбирать все тонкости и нюансы нашей темы. Расчет с персоналом по оплате труда. У меня буквально с 17 февраля ежедневно утро день. Группа стартует. Если кому-то интересно по выходным, с 12 апреля будет группа по теоретическому курсу расчет с персоналом по оплате труда. Занимаемся мы и в комплексе «Таганский», и на метро «Баунская». Есть другой формат обучения. У нас открытое обучение тоже очень удобное. Многим нравится этот формат. Слышали когда-нибудь про него? Вы сидите в наушниках, прослушиваете лекционный материал, а преподаватель сидит тут. И получается, что преподаватель отвечает на ваши вопросы. В общем-то, идет индивидуальное обучение. Некоторые очень активно этим пользуются и просиживают все время около меня с вопросами. Дома ночью слушают, приходят ко мне с консультацией, полностью все это разбираемся. Кроме того, у нас есть курс 1С «Зарплаты управления персоналом». Здесь два уровня обучения. Первый, в общем-то, мы там разбираем практически все вопросы. Да, а вот второй уровень расширенной возможности – это уже про вопросы каких-то своих собственных других расчетов, начислений, которых нету стандартных. Это какие-то графики особые, там очень сложные. И синхронизация между бухгалтерской программой – это вот второй уровень обучения. А на первом мы разбираем абсолютно все вопросы от принятия до увольнения, и графики отпусков, и приемы, увольнения, переводы, индексацию, и простой и сложный учет заработной платы в 1С. Здесь в комплексе «Таганские» у меня тоже две группы стартуют 16 февраля и 19 февраля. Кому какой удобный вариант, приглашаю. Суммированный учет разбираем тоже на 1С. На 1С разбираем суммированный учет, если вы хотите это увидеть в практике, а на теории суммированный учет мы разбираем, в теории, да, разбираем, считаем с примерами, со всеми нюансами, конечно, это все. И расчеты по зарплате, девочки спрашивают, какой курс, вот предыдущий слайд у меня был. Расчет с персоналом по оплате труда и курс 1С зарплаты управления персоналом. Суммированный учет, еще раз повторюсь, есть там и там. Поэтому я вам всем желаю удачи, успехов. Не делайте ошибок как можно больше. Конечно, проводите времени где? В изучении, в изучении и росте в профессиональном своем. Спасибо. 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 Спасибо.